Здравствуйте, друзья! С вами Леонид Рычков и в этом видеоуроке мы с вами продолжаем разбираться, как убирать внешние ссылки из файлов темы. Давайте посмотрим внимательно на нашу тему. Мы здесь с вами видим, во-первых, внешняя ссылка в правом сайдбаре. Далее в поле мета у нас есть ссылка, тоже внешняя на WordPress.org. Так, и в футере у нас вот здесь тоже есть ссылка. Все внешние ссылки в моем браузере отображаются в виде вот такой вот рамочки, пунктирной красной, а также желтым цветом с зачеркнутым шрифтом. Так, давайте мы с вами вернемся в админку. Откроем внешний вид, раздел темы. Так, у меня стоит плагин так. Так, откроем, посмотрим, что у нас здесь есть. Есть две статичные ссылки, вот они. Нажмем кнопку подробнее. Так, я маленький масштаб увеличу, чтобы было удобнее работать. Так, и у нас здесь есть такая вот штука. Здесь есть кодированный скрытый текст. Как с ним бороться, я сейчас вам все подробно расскажу. Давайте сначала избавимся вот от этих двух внешних ссылок. С ними работать проще. Как быть? Давайте мы ее, ну, верхнюю, выделим вот этот вот фрагмент кода. Можно даже весь выделить. Вот таким образом. Правой кнопкой скопировать. У нас есть во вкладке внешний вид редактор. Но сначала посмотрим, где данная ссылка располагается. Итак, в файле functions.php. Открываем в новом окне редактор. Вот он у нас здесь открылся. И в шаблонах ищу файл functions.php. Выбираю его. Нажимаю Ctrl-F. У меня открывается поиск. Ввожу скопированный текст. И, пожалуйста, вот у нас эта ссылочка. Она находится между апострофами. То есть выделяете от первого апострофа до последнего. И это можно смело удалить. После этого идем вниз. Нажимаем обновить файл. В принципе, вы это уже знаете. Возвращаемся обратно в тему. Так, нажимаем обновить тоже. Так, смотрите, осталась одна статичная ссылка. Отлично. Делаю то же самое с этой ссылочкой. Выделяю, допустим, какой-то фрагмент кода. Снова его копирую. Возвращаюсь обратно в редактор. Да, не забывайте, что это тоже в файле functions.php. Вот он здесь. Возвращаюсь в редактор. Вызываю Ctrl-F. Окно поиска. Вставляю туда скопированный фрагмент кода. И вот он меня находит. Опять же, от первого до последнего апострофа. Я выделяю апострофы. Не берем выделение. То есть открывающий тег A, закрывающий тег A. И нажимая Clutch Delete удаляю данный фрагмент кода. После этого не забываем обновить файл. Возвращаемся обратно в наше меню. Нажимаем обновить окно. Так, все. Внешних ссылок у нас здесь открытых нет. Так, что делать вот с этим вот кодом. Давайте я вам покажу, как он скрыт, закодирован, как выглядит в файле темы. Итак, он у нас находится в файле sidebar.write.php. Так, возвращаемся в редактор темы. Ищем файл sidebar.write. Вот он, открываем. Так, и где-то у нас, в принципе, он маленький. Вот он, кодированный шрифт. То есть нам прежде всего нужно его раскодировать. Как быть в этом случае? Так, у нас здесь есть код Base64Decode. Вот мы его выделяем. Копируем. Идем в Яндекс и вставляем сюда наш с вами код. Попробуем получить по нему информацию. Так, нам нужен декодер данного кода. Вот у нас есть Base64Decoder. Открываем файл, сайт вернее. И у нас здесь, так, пусть он нам переведет. Так, значит, данная форма позволяет декодировать данный код. Как с ним работать? Итак, открываем наш редактор файла. И вот сейчас нам необходимо скопировать вот этот код. От апострофа до апострофа, включительно. Апострофы не берем. Вот смотрите. Первый апостроф, последний апостроф. Код мы должны с вами скопировать. Правой кнопкой копировать. Переходим на сайт. Здесь внизу поле. Нажимаем Ctrl-V. Вставляем скопированный код. Так, декодирование безопасное как текст. Давайте мы его пробуем нажать. Так, вот, пожалуйста. Вот декодированный текст. Теперь выделяем сверху до низа все. Весь код. Снова копируем. Переходим в наш редактор. И сейчас вот вместо этого выделенного фрагмента клавишей Ctrl-V вставляем наш с вами код. Нажимаем файл обновить. Посмотрим, как это будет все выглядеть. Возвращаемся на нашу страничку. Обновляем. Так, нажимаем подробнее. Так, что-то здесь немножко не то. Давайте посмотрим, как это в теме выглядит. Ага, видите, у нас он съехал код. Так, что-то мы сделали неверно. Вернемся в наш редактор темы. Так, вот он здесь. Так, мы с вами... Ага, вот это вот. Так, давайте мы с вами будем анализировать, чего у нас здесь лишнее. Так, смотрим. У нас здесь идет ссылка. Да? И вот этот код. Давайте мы его попробуем сделать вот так. Я его вырежу. Так, закрывающий и остатки декодера. Так, подождите. Давайте сделаем тоже так. У нас закрывающий код... Закрывающий div стоит. Тоже это вырежем. Так, вот так. Давайте обновим файлик. Вернемся в наш... В нашу админку. Нажмем клавишу обновить окно. Смотрите, тема. Окей. Откроем подробнее. Все, вот она у нас ссылочка. Вернемся на наш... Блог. Так, посмотрим. Футер у нас... Улез не туда. Да? То есть, некорректное отображение темы. Давайте нажмем клавишу F5. Обновим окно. Посмотрим, что стало. Так, ага. Солярии в нижнем углублере остались. Это внешняя ссылочка. Футер вернулся на место. Значит, мы правильно все с вами сделали. Вернемся обратно в наш редактор. И сейчас вот просто вот эту вот часть, где у нас вот эта ссылочка, открывающий, закрывающий текст, просто попробуем удалить. Вот, сделаем таким образом. Так, обновим наш файл. Возвращаемся обратно на блог. Обновляем окно блога. Так, смотрим. Ссылка исчезла. Так, хорошо. Так, попробуем какую-нибудь запись открыть. Все ли корректно отображается? Да. Смотрите, все отображается корректно. Супер. Вернемся обратно в нашу админку. Тоже обновим. Посмотрим, есть ли еще какие-то внешние ссылки здесь. Все, внешних ссылок, смотрите, в нашей теме нет. Все, окей пишет. Прекрасно. Давайте посмотрим, что у нас здесь еще лишнего есть. Вот у нас здесь есть еще внешняя ссылка WordPress.org. Так, ну и в футере еще вот такая штука есть. Как редактировать футер, мы с вами уже разбирали. Кто не нашел, забейте поисковый запрос прямо в форме поиска на блоге. Редактируем футер.php И внимательно изучите тот видеоурок, который я там разместил. В нем более подробно все расписано. Здесь я просто заострять внимание еще раз на этом не буду. Так. Что делать вот с этим WordPress? Давайте мы тоже по нему разберем, как эту ссылку закрыть. Переходим в админку нашего блога. Раздел плагины. Добавить новый. Так, сюда вводим вот такую конструкцию. Customize Meta Widget. То есть данный плагин отвечает как раз вот за удаление из раздела мета вот этого вот WordPress. Ссылки на WordPress. Давайте попробуем найти. Посмотрим, как это будет у нас все реализовано. Так, вот как раз есть данный плагин. Просто мы его устанавливаем. И дополнительных настроек он никаких не требует. Так, активируем. Все, плагин активирован. Так, теперь я перехожу обратно на блог. Обновляю страницу. Раздел Meta исчез. Так, давайте вернемся обратно на лабинку. Зайдем в Widget. Так, и давайте маленько тут подредактируем. К примеру, управление нашим блогом мы поместим в правый сайт бар. Так, вот у нас виджет Meta. Перетащим его мышкой сюда. В правый сайт бар. Так, здесь мы уберем свежие записи. Так, рубрики еще перетащу я сюда в правый сайт бар. Так, в левом сайт баре все оставлю как есть. Вернусь обратно на блог. Нажму кнопку обновить окно. Так, и смотрите, что происходит. В разделе Meta. Вот, запись WordPress.org исчезла. Это и требовалось нам с вами сделать. Итак, друзья. В этом видеоуроке я вам показал, как работать с кодированными темами. Точнее, как удалять внешние ссылки из тем, которые закодированы. И рассказал, как избавиться от внешней ссылки в Widget и Meta. На некоторых темах вместо Meta называется, допустим, управление. Обязательно проделайте данные манипуляции со своим блогом. Я желаю вам дальнейших творческих успехов. И до встречи в следующих видеоуроках. С вами был Леонид Рычков.